Всем привет! С вами снова Atlantis 3570 и сегодня у нас очередной выпуск журнала Солнечная система. Это номером 15 и уже получается четвертый журнал на этой неделе. Делал его последний из витрины, так что мне повезло, не пропустил. Давайте распакуем. К этому еще вернемся. Есть ли вода на Марсе? Удивительные свидетельства водного прошлого планеты. Шестерня с 85 зубьями для планеты Марс. Дальше у нас журнал сам, как всегда, вода на Максе, вода и лед. Такие вот. Также наш очередной у нас двойной постер двойной как. Понятно. Не то, что на двух стороне, а то, что на двух разных листах. Дальше у нас очередное. Что-то из прошлого. Это учитывали. Царь зодиака. Немецкий лев. Вот так вот он выглядит. Идет картинки как типа лев с самим. Зодиака. Я не искать. И вот как он так. Вот его типа данные. Все. Вот то, что на следующем выпуске будет. Винты и саморезы, установочный винт, шестеренка с двадцати двумя зубьями. Ось для шестеренки один. Ось для шестеренки два. Планка для штангу для планеты. Вот такая вот у нас будет сборная соленка. И мы наконец-то закончим этап с Марсом. Но этот журнал нам не интересен на данный момент. Как я сказал, в этом выпуске мы уже начнем собирать. Вот то, что нам реально интересно. То, что мы сейчас соберем с вами вот этот участок. У нас, как вы помните, есть вот этот выпуск. У нас также есть шестерня верхняя или звездочка, как я люблю называть. Дальше сама планета Марс с своими спутниками. И единственная деталь, которую мы поставим от части земли, это вот этот набор. Я думаю, я его поставлю просто так. У нас как раз, чтобы он узнать, как соединялся у нас со звездой. Вот этой вот шестерней будет у нас гулять. Конечно толк мало, потому что у меня деталей от земли нету, как вы здесь помните. Но все равно. Но сначала давайте мы с вами начнем собирать вот этот вот, соберем, вернее, вот эту вот часть. Так, давайте вырежем эту шестерню. Звездочку нашу. 85 зубьев. Вот у нас 106 зубьев, 85 зубьев. Кошенеток не будут, на самом деле. Они будут вот такого. Находиться по один друг другу. Ну, собственно, в прошлом выпуске я не стал скрывать. Ну, чтобы не было утери всяких мелких составляющих, мы вскроем с вами сейчас. И все, к сожалению, нам отсюда понадобится. Но много и все понадобится. Вот это нам обязательно понадобится с вами. Прокладки сейчас тоже понадобятся нам. И болтики. Плюс шестеренька вот эта здесь давно не нужна. Эта шестеренка будет к следующему выпуску. Мы ее использовать с вами не будем. Нам надо с вами достать все вот это вот. Все доброе. Ну, я думал, она со скотчем прям прилипнет. Но, к сожалению, она все отвалилась. Ну, ладно же будем такого. Ну, давайте приступим. Первым делом мы с вами давайте-ка сюда закрутим шестигранники. Чтобы они, знаете, у нас так, скажем так, не потерялись. Здесь мои шестигранчики, какой из них какой. Так. Самый маленький. Да, самый маленький. Просто... Пускай он пока что держится здесь. И второй шестигранник. Где он тут? Уже уехал, что ли. А, вот. Сейчас мы его тоже сюда прикрутим. Давай, давай, давай. И... Пускай они у нас тут будут. Чтобы в ходе сборки никуда не уехали. Так сильно закручивать не обязательно. Деталь у нас будет выглядеть вот так вот. Как видите, у нас закручивает сосуд. Значит, это у нас верх, этот низ. Сюда у нас будет штанга вставляться. Но к этому мы еще подойдем. Вот у нас внутренняя часть. Но прежде мы начнем сейчас прикрутим одну из частей. Сюда. А потом уже будем крепить центральную часть. Так, воспользуюсь этой отверткой. Она более тонкая. И мы с вами все это сейчас заклеим. У нас на три винтика. Так. Растянем. Ну, сильные слишком не будем. А то сорвет резьбу, поскольку она пластиковая. Отлично. И дальше смотрим. У нас, да, это вот так вот вставляется. Мы надеваем эту часть. Теперь можно ее уже и закрепить. Тут не столь важно. Где она я закреплю, так чтобы его видно не было. У нас тогда получится. Это она будет находиться. Ну, да, правильно. Будет сделано какое-то. Да, что-то уже приблизительно показано. Этот под этим, а этот между ними. Тоже так же закреплю. Как я и хотел изначально. Отлично. Теперь она держится, как видите. Никуда не денется. И дальше ставим 85 на зубцовую звезду, нашу шестерню. Прикольно. Провалилась прямо так четко между звездами шестерни и шестеренками. Так. Закручиваем. Это первые мои такие большие шестерни, как я уже говорил. Они уже начались с земли появляться. Но поскольку те журналы пропущены, все-таки надеюсь мне их доставят. Хотя, говорю, третий номер уже с этим Меркурием доставляет хрен знает сколько. То есть не самим Меркурием, а шестерню верхней, которая к солнцу крепилась. К внутренней оси, которая к солнцу наматывается, накручивается. Вот у нас получилась вот такая вот конструкция, ребята. Из двух звезд таких больших шестеренок. Такая вот конструкция. Вот то, что у нас по тебе должно быть. Но, как понятно, у меня это не может быть, поскольку у меня всего лишь... И вообще есть только Венера. То есть планета у меня есть и Меркурий, и Земля, как вы знаете. Но поставить я могу только Венеру. Вот она у меня. Вот тут шестерня крутится. Так. Это колечко, которое все время гуляет. Пока что я сниму Венеру. Так же я сниму вот эту шестерню, чтобы она не мешалась. Вот этот набор. Это, знаете, получается то же самое, что только в миниатюре. Тоже вот этот верхний побольше, это пониже. То есть пониже, поменьше. И между ними штанга. Здесь тоже побольше, поменьше. И между ними также будет штанга. Так, ну. Давайте мы это сейчас разберем. Ну, разбирать как надо. Снизу насаживать. Сейчас я откручу нижнюю часть. Тут уже нужен ключ побольше. Направим, я его и взял. Мы это сейчас все сняли. Так, теперь главное, знаете, более-менее поймать. У нас получается. У нас, мало того, что пропущен держатель для Меркурия. У нас еще также пропущен для земли. Полностью вот. Сама вот эта вот планка, она должна вставать. И красота шестеренева здесь и должна быть. Дальше она должна выпирать. Здесь уже земля вставляется. И дальше у нас идет уже еще одна шестеренка и одевается вот эта часть. Я не знаю точное расстояние, честно сказать. Ну, приблизительно, по-моему, я там замерял, там где-то сама планка вот эта вот держатель 6 миллиметров плюс шестерни. Ладно, я приблизительно сделал ее где-то, знаете, вот так вот, наверное, между шестеренками сколько у нас получается. Ну, вот так вот где-то. Все равно идельно точно не получится, это понятно. Блин, она уже уехала. Просто хотелось бы, знаете, чтобы, если так и насаживать одну на одну, было бы потом более-менее сопоставимо. Так. Ну, приблизительно. О том все равно, когда... Где этот маленький ключик? Когда... Если меня доставят пропущенные выпуски, я, конечно, все равно все разберу. Ну, и вы это все увидите. И уже поставлю на нужное расстояние и тому подобное. Ну, просто сейчас хотя приблизительно... Ну, вот. Приблизительно тут где-то 6 миллиметров, там 5,99, наверное. Вот здесь не так лучше. Так что вот так. И теперь еще, знаете, так вот ровность бы. Потому что мне сейчас это все-таки центровать. По-моему, более-менее отцентровано. Ну, если что, я ослаблю немного и мы посмотрим. Ну, вот все. Устанавливаем. Ну, достаточно считайте. Шестерня. От земли. Устанавливаем. Теперь мы устанавливаем. Главную нашу детальку. На данный момент. Это вот этот. Давай, давай, давай. Так, она встала, отлично. Вот видите, у нас работают вот эти вот шестерни. Дальше мы также устанавливаем это. И мы должны с вами это будем... А вот облом, ребята, мы это не сможем закрепить-то, крепится вот этой планкой. Сейчас поставив, она просто упадет у меня вниз и все. Недорасчетчик небольшой. Здесь должна стоять эта планка, вот такая же. Я все равно оставлю, пускай она так и будет. Сейчас мы поставим с вами штангу. Сюда и поставим макс с афобусом и демосом. Пускай они внизу лежат, зато не будут стоять. Лучше сейчас сниму немного. И вот так вот мы вставим. Вот так вот. Потом это отцентруется. Так. Через камеру мне не очень удобно, так сказать, отцентровать все, но это по теории удобнее было бы, если, знаете, каждая планета стоит и ты по каждой планете подгоняешь. Кажет закручиваешь, затягиваешь, она уходит в сторону. Не знаю, не знаю, насколько идеально удобно. Вот так, если посмотреть. Так, сейчас так посмотрю. Ну, более-менее, ладно. Дальше по месту уже, когда будет установлена уже другие детали, со мной будет все выравниваться. Сейчас это, скажем так, предварительная установка. Ну давай, блин. Ага. Немного нужны длинные, чтобы схватить. Так, мы это насаживаем, надеваем. Дальше мы надеваем с вами вот очень нижнюю прокладочку и сейчас мы поставим обратно на место. Достало мне этот кольцо, честно сказать. Ну ладно. Так, с какой стороны у нас прикручилась? С этой. Вот так вот. Ладно, не важно с какой. Главное мы сейчас это закрутим. Так, вот это, конечно, сложнее. Ключ коротенький. Ладно, только никуда не денется. А дальше у нас, как понятно, это падает. Дальше мы обратно ставим прокладку наверх. Устанавливаем вот эту звезду. Ага, так. Где у нас Венера? Так, у нас одна прокладка снизу. Одна прокладка должна быть вот у нас сверху. Вот на наш Венера. И вниз мы ставим Марс со спутниками. С Фобосом и Демимусом. Вот у нас штанга. Одеваем. Подняв к верху, как она должна стоять, у нас вот получается. Вот так вот две планеты. Венера и Марс. Как я уже говорил, Землю я поставить не могу. Мне не на что ее ставить. Поскольку не хватает журналов. Но я это исправлю. У нас вот тоже вот так вот крутится. Так же как и здесь вот гуляет. Но между собой они не сообщаются. Поскольку, как и ясно, здесь не хватает деталей. Ну вот, вот в следующем выпуском будет легче. Мы наконец-то поставим вот эту планку. Мы это закрепим и она у нас останется так вот наверху. Сейчас, как понятно, он падает вниз. Потому что его ничто не держит. Вот, ребята, вот такая вот у нас конструкция получилась. Я извиняюсь, что он не попадает полностью в экран. При дальнейших сборах я с этим разберусь. Надо в другом месте снимать. На другом столе, где я тогда и распаковку коллекционок снимал. Можно побольше угол сделать и более высоко. Вот и все. У нас остается вот эта шестерня. В следующем выпуске у нас, дай бог, если не пропущу, будут вот эти вот детали. Мы наконец-то закрепим. И если мне пришлют все-таки журналы мои, пропущенные, которые я заказал уже, я не знаю когда, то мы поставим, конечно, Меркурий и Землю с Луной. Ну и все, ребята. Вот так вот. Как вы видите, у нас собрана уже такая вот часть. Это вот, как понятно, внизу наш Марс. Хоть он должен быть, конечно, наверху, но поскольку нет вот этого держателя, у нас ничего не получается. Технически у нас должно уже в конце быть вот такой вот процесс сборки. Но у меня нет вот этой шестерни верхней с держателем для Меркурия. И нету вот этой вот шестерни двух шестеренок с третьим держателем для Земли. И на данный момент порошка нет. Но потом обязательно, не дай бог, мне доставят журналы, обязательно соберется. Так у нас должна быть вот такая вот уже собранная деталь в следующем выпуске. Третья фаза, второй этап, с 12 по 16. Ну, хотя бы Марс соберем целиком. И дальше уже будет интересно. Дальше у нас ЦРА пойдет. А потом уже будет более интересно у нас будет Юпитер. Большая планета, самая большая наша планета. Потом Сатурн тоже будет классно, кольца со спутниками. И так далее и тому подобное. Там каждая планета интересны и Уран, и Нептун. Много, много, много всего. Плутон тоже, и особенно этот Ирида маленькая. Тоже будет. Конечно, каждая планета будет интересна для сборки. И каждый ее будем смотреть и собирать. А то, что не дай бог будет пропущено, как понятно, буду заказывать. И ждать по полгода. Ну ладно, ребята. Что-то я уже заговорился. Мишка много. Ну вот так вот. Извиняюсь, что он не влезает в него полностью в кадр. Но смысл вы поняли. Конечно. Две планеты у нас уже наконец стоят. У меня все время стояла одна. Венера. Теперь у нас и Марс с своими спутниками. На этом, ребята, все. На следующей неделе у нас будет 16 выпуск. Дай бог, коплю обязательно соберу и мы наконец-то скрепим. Ну, на данный момент все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем счастливо. Пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok